В Восточном Туркестане задержан еще один начальник полиции. По сообщениям Туркестан Пресс, китайские правоохранители арестовали начальника департамента полиции города Кучар, 45-летнего Хамита Кари. Причиной ареста послужила речь Кари, произнесенная в кругу друзей, в которой он отметил, что с момента появления лагерей перевоспитания в Восточном Туркестане увеличилось число смертей. Общественные организации ульгуров оказали поддержку студентам, обучающимся в вузах Турции. В связи с началом учебного года сотрудники Фонда науки и культуры имени Сатука Буграхана посетили студентов, учащихся в городе Бурса. В рамках визита, ставшего традицией, была организована церемония награждения отличников. Организация пожелала студентам успехов и заявила, что будет оказывать им моральную и материальную поддержку. В программе приняли участие заместитель мэра Бурсы, помощник ректора и декан университета Улудак, а также руководители общественных организаций. В столице Франции прошло собрание под названием «Ульгуры. Жертвы нового Холокоста». В собрании приняли участие признанные представители правозащитных организаций и активисты, выступающие за свободу Восточного Туркестана, Урсула Гаутье, Райан Там, Николь Маргре и Софи Ричардсон. По неподтвержденной информации, Казахстан подписал с китайской компанией NukTech Company Limited договор о модернизации 11 пограничных блокпостов. В свою очередь, компания заявила о начале работ по модернизации воротных стоек участков Алаколь, Галджат и Майкапшагай. Ожидается, что модернизация послужит повышению безопасности на казахско-китайской границе. Примечательно, что учредителем компании, основанной в 1997 году, является сын бывшего главы Китайской Народной Республики Ходзин Тао. Накануне демонстранты собрались на площади Эдинбург в Гонконге в качестве ответа полиции, запретившей проведение запланированной на сегодня акции протеста. Участники акции держали в руках флаги США, баннеры с лозунгами «Победит справедливость» и смартфоны со включенными фонарями. В момент премии английских парламентариев относительно нового соглашения Brexit, достигнутого премьер-министром Борисом Джонсоном и Евросоюзом, около миллиона человек вышли на улицы Лондона с требованием провести новый реферандум. Участники протеста, организованного группой «Глаз народа», прошли от столичного гайд-парка до здания парламента, выкрикивая антиправительственные лозунги.